Ни для кого не секрет, что Десногорское водохранилище является любимым местом для туристов. В летний период вся береговая зона занята машинами, палатками и людьми. Но не все отдыхающие, знакомые с правилами и культурой поведения на природе. 21 августа на береговую зону Садового товарищества «Залив» состоялся рейд межведомственной комиссии. В её состав вошли представители администрации, правоохранительных органов и пожарного надзора МЧС России и лесничества. Причиной для проверки послужило распоряжение главы города Андрея Шубина. Ранее к нему обратились жители товарищества с жалобой на неподобающее поведение туристов, отдыхающих вблизи их домов. После туристов остаются горы мусора, костры непотушенные, выжжена вся земля. Про всех говорить не буду. Есть культурные туристы, но их единицы. Организации туалета у народа нет. Нет культуры отдыха. К сожалению, конкретных каких-то действий мы, как дачники, сами предпринять не можем. Поэтому попросили помощи. В тёплый день мимо дачных участков проезжает около 60-70 машин только в одну сторону. Многие из отдыхающих остаются до утра, не заботясь о тишине в тёмное время суток. Увести за собой мусор тоже удосуживаются не все. Прибирать после шумной вечеринки приходится самим жильцам садового товарищества. «Проблема на самом деле существует уже не первый год. Мы, неравнодушные жители залива, убираемся за туристами, приезжающими сюда. Поэтому у меня просьба. Ребята, если приезжаете, отдыхайте, пожалуйста. Но убирайте за собой, не ездите в пьяном виде по дорогам, потому что здесь играют и ходят дети». Поиски решения таких проблем – нелёгкая задача для властей и жителей города. Чтобы не нарушать спокойствие жильцов, было принято решение об организации еженедельных рейдов на территорию товарищества с целью профилактики нарушений. Также указанная береговая зона взята под контроль правоохранительных служб города с намерением быстрого реагирования при поступлении жалоб на туристов.